я сегодня в походе мерзкая погода наглухо ветрище дует вот из леса выходишь с полей до костей пронизывает в лес зашел в более-менее как-то еще можно хотя сами можете обратить внимание что лес тупо дубовый он голый и продувается достаточно неплохо следов очень много лосины и кабаны лисы волки примут зашел не так много от края леса прошел везде просто везде какой собственно план мне нужно найти укрытие развести костерок согреться приготовить какую-нибудь дичь похавать потому что на ногах в зимнем лесу еще и когда достаточно плохая погода очень тяжело выживать скажем так нужно экономить энергию и просто периодически согреваться короче нашел какое-то местечко плюс минус 5 все одинаковые абсолютно куда ни посмотри просто поваленные деревья пустота серости все дерьмо какой-то иди сюда разжег костерок ну так так сяк бзди как сволочь все очень сырое запомните после дождей в зимний период никогда земли дровишки не подымать потому что они слишком сырые гореть они не будут только с деревьев либо сухие сучки либо деревца небольшие которые просто уже засохли давно стоят сломал вот это еще будет боль меня гореть это я скажу так с натяжкой то есть это не так как летом ты чуть-чуть поджог она все пыхнуло тут вам извините меня не то что береста тут вам и банка розжига в принципе не поможет особо потому что это просто отказывается гореть вот и все по факту вот сейчас опять он занялся нормально кстати горел что что удивительно и вот снова клеит просто клеит меня заебала эта хуйня если честно это уже второй поход у меня такая история приключается мне это надоело блять пытаешься нормально что-то вот снять посидеть погреться нихуя не горит забала блять ёбаная у меня нерву на это дерьмо не хватает это вообще блять и съемки не съемки блять и вся эта хуйня что хотел бы вам рассказать по поводу выживания в дикой природе особенно то что касается укрытия мне часто спрашивают пишут иди в лес построй укрытие какое-то покажи где нужно прятаться как надо прятаться укрываться от непогоды от зверей так далее жарко что пиздец просто жарко вообще не могу прям отлично слабо хоть ветер чуть-чуть затих вот я вам скажу так в подобном лесу где допустим сейчас нахожусь я этот дубовый лес тут принципе кроме дуба ничего нету как можете сами увидеть это просто выжженная земля это голые серые мрачные деревья промозгшие сырые мерзлые и по факту все здесь ничего нету кроме какой-то живности которые естественно здесь обитает где здесь строить укрытие это очень большой вопрос на самом деле потому что реальность такого что если у вас с собой нету никакой палатки неподобие тента какого-то да я даже не знаю какой-то ткани там еще чего-то полах какой-нибудь сраный если у вас этого ничего нет шансы что вот в таком дубовом лесу вы что-то отстроить и они просто минимальные знаете почему во первых не из чего здесь в отличие от еловых там сосновых лесов нет вот этого лапника че как он там называется лопатники эти который там ветку сломал накрыл и все и заебись как бы там получается юрта целая там особо не надо ума это сделать и от ветра защищает и тепло кое-как там сохраняет а вот здесь нет чем накрывать то есть кроме просто веток каких-то бревен здесь вообще ничего нет нужно же понимать что допустим мы говорим о зимнем периоде времени а зимой так особо то и сил как говорится тратить незачем то есть не то что незачем а опасно для здоровья потому что нужно экономить силы очень холодно организм постоянно борется с перепадом от этой температуры если у вас тем более как в моем случае не получается развести нормальный костер то есть вам вообще негде согреться то какой-то серьезный расход энергии это крайне небезопасно скажем так и вот берем вот такой лес до начинаем здесь что-то строить вы знаете что летом на постройку более-менее какого-то нормального укрытия хотя бы там на пару суток в котором можно кентонуться у меня занимало ну минимум шесть часов примерно 6-8 часов то есть постоянно в движении постоянно пиляешь рубаешь носишь таскаешь накрываешь как-то еще трава там хотя бы летом трава и листья какие-то есть о костерок загорелся ну ничего себе может согреюсь нихрена себе друг что что так подводишь то вот это летом уходит очень много времени когда и погодка благоприятные все хорошо а зимой ребята нет это не прокатит поэтому в таком лесу в голом лесу до шансы построить что-то они очень маленькие опять же тут нужно конечно немножко уточнить либо мы специально едем что-то строить правильно у нас полный рюкзак инструмента там провизии так далее то это другой разговор но мы же говорим про выживание каким-то чудом каким-то странным образом вы оказались в лесу и все у вас собой ничего собственно нет вы вот ничего нахуй не построить я вам серьезно говорю и тем более я в принципе вот в данный момент и не собираюсь ничего строить а зачем нет нужно чтобы я сдох тут короче это как-то так можно расценивать я вам сейчас дам один такой интересный совет лайфхак как хотите называйте но это конечно для очень отважных людей очень таких экстремальных скажем так людей в чем он заключается если вы потерялись в лесу и у вас нет возможности построить какое-то свое бунгало там находите если повезет медвежью берлогу аккуратно разрываете берлогу и ложитесь к медведю прям вот в шерсть туда к нему обнимаете как как хотите хоть под бок ложитесь к медведю он не проснется потому что вы чтобы разбудить спящего медведя там надо много шуметь надо много его беспокоить вот и у вас есть шансы согреться в берлоге с медведем потому что он теплый он шерстяной если вы там не будете сильно храпеть брыкаться то вполне возможно нормально переночуете а если шансов выбраться у вас вообще мало то можете долежать принципе до весны с медведем периодически вылази и что-то искать пожрать попить там попить это понятно снег а поесть ну какую-то ягоду какую-то я не знаю кору деревьев да что хотите хотя бы там до весны вы можете кентонуться в этой берлоге с медведем но там надо знать периоды естественно времени вот так вот вы будете лежать просто вам там уже вы там прижились уже потом медведь из того не всего просыпается и так оба чё тут за дела и а вы будете в шоке потому что как бы вроде и спал уже сколько месяцев а тут вроде проснулся но это с этим надо быть осторожным если не знаете лучше сваливать самой ранней весной пока он еще не проснулся вот это как вариант есть еще один вариант сейчас шапку одену опять меня голова замерзла я распсиховался было как то жарко теперь мне уже что-то холодно костер как-то бздит он так и не хочет нормально функционировать вот какой еще вариант смотрите более безопасно естественно находите также берлогу просто брошенную залазите в нее закупориваете вход и хоть как-то там можно будет переночевать какую-то холодную зимнюю ночь иначе ну вариантов как бы вообще нет если вы конечно ну не рассчитываете выйти из леса да то естественно вот находясь в локации самого леса непосредственно вам идти просто некуда вот реально некуда и сныкаться там негде если вдруг повезет и вы найдете чью-то землянку или хижину но это из разряда так больше фантастики если у вас местность незнакомая скорее всего вы ее не найдете вы просто будете шляться по лесу у вас кончатся силы вы замерзнете обморозитесь вам жрать нечего вы упадете блять и все вас заметет нахуй из снегири за обклюют вас понятно поэтому желательно находить берлогу пустую с медведем как повезет и там пинтоваться сколько понадобится тут же главное в чем смысл выживать правильно вот был у меня случай такой раз уже об этой теме пошел разговор плутал его в лесу как-то года три назад вам было вот собой ничего нету построить я ничего не могу естественно экономить силы как-то надо энергию я знал что я иду в нужном направлении но мне что выйти надо много времени и нужно просто переночевать где-то костер тоже нечем абсолютно разводить зима ну что вариант какой я увидел берлогу благо была пустая я залез в эту берлогу ветками вот так вот вход закупорил ну и с калачиком там как свернулся на какой-то подстилки там и запила говна и травы всякой но более-менее во всяком случае намного лучше чем где-то на улице ну лежу уже зябко конечно холодно начинаю засыпать вроде как слышу какая-то возня там на улице я насторожился кто-то ходит вокруг берлоги вот я главный раз на шухере и вот это где вход который я завалил ветками что-то начинает туда залазить а темно ничего же вообще не видно посвятить абсолютно же нечем я на панике а блять ну что кого там прет ну и чё залетает короче медведь туда резко я с ним сцепился мы там этой берлоги просто развалили ее в щиту берлогу просто ничего от нее не осталось все ветки вот так вот по окружности метров 50 наверно от нее были вот какая-то суматоха вот эта вся и душили и кусали друг друга и царапали это караул был я вообще в такой знаете немножко беспамятствию был потому что это очень неожиданно все произошло тем не менее минут 20 вот это все происходило канитель медведь убежал отступил я еще в итоге подранный силы все потратил берлога разъебана что делать дальше ну как вот выживать куда податься зимой ночью тем более короче сижу тут как бичуган вообще не хочет тлеет вот там середки костерчик этот обоссаный огня как такового вообще нету не знание уже просохли эти палочки чем проблема блять собственно вообще не понимаю ни хрена честное слово собрался пожарить мясца целая курочка или что это такое я не знаю но факт том что это мясо какой-то собирался замочить типа шашлычка сделать с таким костром как это все безнадежно или разгорается я не пойму ни хрена сейчас будем мясцом ареновать в общем чтобы он такое расскажу вам историю одну было это давно уже я не знаю лет семь восемь назад наверно этот противень еще загибал меня же вот история это было лет семь восемь назад поехали мы с одним моим корешем до его каких-то дальних родственников в одну деревеньку тут километров за 60 он там пол жизни грубо говоря не был и дорогу толком не помнил говорит слушает а тут вроде можно было срезать через какой-то лесок я говорю он давай срежем ну там прилично можно было связать по километражу ну и в общем мы что сворачиваем этот лесок проезжаем я не знаю километров пять может быть больше и что получается там в этом лесу дорога в принципе заканчивается там видно что ну я не знаю может раз в два в год кто-то проезжает и все заросла колей практически не видно вот ну и вы значит едем я у него спрашиваю слушай а ты уверен что здесь можно срезать верю ты когда-нибудь здесь езди он грит нет ну просто когда-то кто-то говорил что можно там неплохо срезать хорошо едем выезжаем из леса на какую-то странную поляну причем эта поляна получается я не знаю в диаметре метров сто и вокруг этой поляны как бы в круг стоят дома если это какая-то поселуха света там нету газа видно тоже нету дома такие очень ветхие все они вот так в круг стоят посередине получается просто пустырь какой-то у них мы заехали этот тупик в общем там на дальше выезда никуда нету из этой деревушки вылезли из машины закурили стоим смотрим по сторонам что дальше делать придется возвращаться назад так как срезать тут нельзя стоим я смотрю у них садки какие-то между домами там штакетник старючий уже попадал и на деревьях груши по моему были такие большие уже сухие висят всякие куклы такие большие еще как бы советские куклы и по запчастям и целиком просто подвешены на деревьях причем так высоко как бы если это дети так играются я вообще не знаю что за дети такие не совсем нормальные это просто картина такая знаете достаточно стрёмная было ну ладно посмотрели как-то жутковато я поехали к отсюда нахрен мы только в машину садиться из крайнего дома где мы заезжали сюда выходят люди один человек второй третий-четвертый прям целое семейство какой знаете как будто в каких-то халатах ночнушках что-то непонятное что а я смотрю ну до них так метров двадцать недалеко в общем я пытаюсь присмотреться на их не лица и что-то как-то меня смущает потому что лица у них какие-то ну ненормальные что-то с дефектами причем у всех я говорю слушай дружище давай-ка побыстрее удлинять что-то нет все вообще не нравится мы только садимся в машину и со всех дворов потихоньку начинают люди выходить как будто вот сговорились и я смотрю а эти люди они все грубо говоря уродливые у них все у всех что-то с лицом или врожденное или это еще что-то там я не знаю что это за причина но факт в том что выглядит они очень так скажем стремно страшно мы давай газовать нам на перерез начинают бежать какие-то мужики с вилами с какими-то там тяпками с лопатами а чё-то орут непонятно чего орали мы перепугались зарю блять сейчас вот натуре чем ткнут или колесо или мы тут день с тобой застрянем или не дай бог собьем кого-то говорю ну что это вообще за ситуация это какие-то аборигены вообще непонятно это староверы абрятцы какие-то плять что это вообще за место такое ладно слава богу проскочили мы через людей этих они там сторону по отскакивали мы уехали оттуда ночь осадок знаете остался такой что что это вообще за деревня такая где-то в глуши про которую стать никто не знает там не название ничего когда мы потом домой вернулись я смотрел по картам и оказывается что местность то это никак не обозначена то есть там нет никакого поселения абсолютно кто эти люди когда они там поселились что это вообще за деревня такая просто никто не знает такая история была а потом кстати когда-то через там несколько лет наверное мы также ездили но ради интереса решили не знаю ну просто глупый интерес решили опять-то наведаться в эту деревушку и когда мы туда поехали оказалось что никакой деревни там уже и нет мы просто проехали вот действительно как можно было срезать через лес этот так мы и срезали никаких признаков того что там была какая-то поселуха вообще не было что это временная петля какая-то мистика что это было до сих пор как бы остается загадкой хорошо как костер хоть немножко вроде разгорелся слава тебе яйца сейчас мясо поджарю две ножички куриных отлично жрать охота уже невозможно хотя зачем две хотя бы одну пойдет хотел знаете вам что сказать насчет землянок насчет всяких избушек мне часто тоже люди пишут спрашивают мол отчета не построишь там землянку какую-то избушку там это я вам просто отвечу на такой момент есть что понимаете в чем проблема я не хочу строить вот этот ёбаный козий сарайчик когда смотришь люди строят там все землянки какие-то избушечки 2 на полтора метра условия просто адские земля грязь сырость даже там если есть какая-то печурка да это просто все настолько убого то есть по сути я считаю так что для каких-то рыбаков и охотников которые чисто там пришли переночевать да или просто посидеть одним днем может бахнуть что-то это пожарить мясца и ушли это вполне еще нормальный вариант то есть там претензий особо никаких нет но когда люди которые реально многом времени проводят там в таких вот постройках блять не всегда один вопрос к этим людям зачем вы построили этот сарай сраный там же находиться просто невозможно реально зачем вот это как бы мой ответ тоже людям я не хочу вот вот это вот постройку ни к чему настроить а на следующий год если все нормально если все хорошо я скорее всего в зиму построю нормальную себе там землянку или хижину на землянка я не особо хочу это как-то но не нравится мне просто не нравится вот а какую-то избушечку вполне возможно и достаточно просторную не так как вы знаете строит там одно место спальное все вот это шканарь твой вот эта печка впритык об которую ты блять обжариваешься ночью и все и столик маленький ну зачем это конура собачья нужна ну какой смысл то хоть и как-то с друзьями не знаю там приехал в реально пару дней там отдохнул в этой постройке так там место должно быть где можно положить хотя бы человек 3 где можно нормально развернуться они вот эта вся история с этой конурой мизерной то есть я вот именно из-за этого не хочу у меня было в плана конечно построить в эту зиму уже но я чуть перехотел я просто прикинул это надо много заморочиться инструмент нужен и так далее и забил общем на всю эту историю а что тут у нас а как пахнет ребята приправа с люди потекли приправа хорошая к шашлыку до мясо это вот самое первое что можно есть на природе можно и нужно потому что вся вот это вот консервация вся эта там чепуха какая-то это полное голимое говно еще эти любят умничать там супер профессиональные походчики там выживальщики собой надо сублиматы брать или как она там правильно называется всю эту сушеную дробленку сука вот ее варить кашки себе там малашки добавить туда орешков сухофруктов и вот это типа прям такое сказать очень насыщенная витаминами углеводами и так далее получается и ты типа на бодряках много энергии да понятное дело ребята я не спорю ну блять это говнище ебаная кто его будет жрать серьезно вы я не знаю там реально выживаете начнем давайте с вот с вот этого когда человек идет в поход запланированный гребаный поход он не выживает в каких бы условиях он не был но он к нему подготовился понимаете к этому походу это самая главная разница между настоящим выживанием когда у тебя ни хрена с собой нету абсолютно ты не был готов к этим обстоятельствам которые ты попал то это одно да а когда ты специально идешь и набиваешь там свой рюкзак этими сухими кашами и прочим дерьмом просто напрашивается один вопрос а зачем ты туда пошел ты хочешь каких-то острых ощущений или ты доказать кому-то хочешь что-то ли себе что доказать я не совсем понимаю вот эту логику этих людей тоже любой рыбак любой охотник который идет на промысел он по-любому тоже подготовлен у них у всех есть собой и снаряжение еда и так далее но они не берут не берут эти сублиматы а зачем зачем тебе ебаная эта энергия как будто ты сейчас будешь валить 300 медведей 300 лосей карусель это устраивать хороводы тут водить по лесу неделями или что ну зачем я просто вот этого немножко не не понимаю опять подымается ветер опять погода портится а чё день короткий сейчас уже буквально час будет темнеть а я сижу тут в зимнем грёбаном лесу ребята здесь холодно здесь безжизненно здесь реально вот просто пустота вот серьезно тут просто дерьмо а я ей шкурка чуть-чуть подарила ребята все похоже на готова я улыблю хавать хочу вообще труба вкусно я прям так и посижу над костром потому что холодно честно холодриго хотя я не сказал что на улице там большой минус но ветер вот это вот ветер он в два в три раза всегда усиливает ощущение прохлады холода этого всего выживание на рыбалку как-нибудь тут выберусь вот там тоже свои определенные прелести скажем так на рыбалке жир горелая корка мне иногда люди в комментариях пишут что это у тебя за лес такой где-то там находишься это какая-то посадка какая-то роща нормальных больших старых деревьев нету я вам объясню этот лес очень старый ему больше чем 500 лет и да действительно деревья здесь именно крупных толстых дубов очень и очень мало потому что этот лес вырубался испокон веков даже если посмотреть на карты там 18 века то уже эти леса вырубались понимаете то есть и до того не вырубались если обратить внимание везде есть в принципе старые пеньки которым уже как минимум 50 лет они уже все высохли развалились так далее то есть периодически там я не знаю хотя бы раз в сто лет вот этот лес вырубался да это последнее время его сильно то как-то не трогают здесь дуб не деловой он просто так кривой в основном весь он никому не нужен раньше вырубали потому что везде были поселения естественно это первое скажем так топка для печи для строительства древесины как куда-никуда шла как говорится да теперь вот этот лес который сейчас стоит ну ему максимум вот этим деревьям максимум там лет 50 70 но может каким-то 100 дубам да естественно тут вот таких огромных там во много охватов не увидите потому что они когда-то вырубались причем неоднократно